Всем привет! В эфире «Это вкусно». Какая кухня у вас ассоциируется с музыкой? Конечно же грузинская. Сегодня мы пробуем хачапури, поэтому камарджоба – мои любознательные едоки. Поехали! Белиссимо, Альфредо, Лучано Поворотти. Все слова на итальянском, что я знал, вы только что услышали. Утренний плов на фоне утреннего просыпающегося Ташкента. Что не важно, красное мясо, рыба или птица. Эх, кремака не хватает. Я готов. Классику и гордость грузинской кухни хачапури нужно воспринимать не просто как южные яства. Достаточно обратить внимание, насколько трепетно отношение к этим блюдам у самих грузин. Тот самый случай, когда минимум доступных ресурсов в умелых руках превращается в неожиданно сочную, разнообразную и даже интерактивную еду. Каждый уголок Грузии, где существует традиция выпечки хачапури, хранит особые рецепты его приготовления. Они отличаются друг от друга технологией приготовления, формами и даже видами используемого сыра. Ну а моя первая остановка – ресторан «Грузинский дворик», где в печи уже румянятся аппетитные, полные сыра хачапури. Рядом со мной су-шеф ресторана «Грузинский дворик» с исконно грузинским именем Илья, с фамилией тоже очень традиционной для Грузии, Катяков. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Илья, что вы приготовили? Рассказывайте и поподробнее желательно. Ну, здесь у нас четыре вида хачапури грузинских, основных, да, традиционных. Это по-аджарски с яйцом в форме лодочки, хачапури пиновани из славянного теста, хачапури меретинский и мегрельский с корочкой и сыром сверху. В чем разница? Ну, разница, во-первых, в форме, как видно, ну и во вкусе тоже. Например, аджарский, он с яйцом и со сливочным маслом. Там он более сочнее, да, допустим, пиновани из славянного теста с сыром. То есть тесто разное? Тесто разное, да, здесь славянное, там дрожжевое. Так, а по-мигрельски? По-мигрельски, сверху с добавлением сыра и с корочкой с сыром. То есть в хачапури входит только сыр в состав и тесто? Сыр и брынза. Ну, то есть сыр сулугуни и брынза. Какой вид хачапури ваш любимый? Аджарский. По-аджарски. А какой вид хачапури самый ходовой в ресторане у вас? Ну, по статистике. Какой чаще всего доказывают? Это мегрельский и пиновани. По-мигрельски и пиновани? А почему, с чем это связано? Ну, третий тоже, можно сказать. Они в одном виду дойдут, как бы. А почему, с чем связано, что именно вот эти виды? Ну, с тем, наверное, что они более, как бы, известны, наверное, я думаю. Да? Смотрите, вот если я хочу дома приготовить хачапури, я, то есть видите меня? Да, я вижу вас. Это возможно вообще, как вы думаете? Вполне возможно. Вполне возможно. С чего мне начать? Какое тесто купить? Какие яйца приобрести? Домашние куриные яйца. И муку. Вам нужно будет взять мука, сахар, соль, растительное масло, масло сливочное, молоко, дрожжи и сахар. Ну, расскажите, как вы готовили вот ваше любимое хачапури? Аджарский, да? Да. Ну, раскатывается... Я просто сглубка называется, поэтому я не назвал. Такое, скажем, овал, да, тесто. Выкладывается, как в две дорожки сыр с брензой вот смешанной. Заворачивается в форме лодочка. Смазывается весом и запекается 20-25 минут. Расскажите вот какую-то небольшую историю, может быть, создания. Ну, вообще, хачапури, да, это как бы в переводе хача – это творог, а пурри – это хлеб, да? И раньше готовили как бы из творога, но уже более современные, да, начали добавлять туда сыр, наверное, сулугуни и брензи. То есть это не так давно пошло, что сыр добавилось? Ну, давно, ну, вообще изначально, то есть, возможно, когда придумывали только это, наверное, хлеб с творогом, как бы готовили так, да? А теперь уже в своем интересе. А как-то хачапури еще раз – творог? Хач – это творог, пурри – это хлеб. Давайте представим так, что я никогда в жизни не ел хачапури. Вот никогда не было такого у меня опыта. Я прихожу в ресторан «Грузинский дворик», вы легким шагом проходите мимо, «Оскар», говорите вы мне, «попробуй вот именно вот этот вид хачапури». Какой? С чего мне начать? Саджарс. Если я предлагал, я бы его предложил. Как правильно есть хачапури? Руками, надломывая вот кусок и макая в яйцо, да? Собственно, мне можно показать или как? Нужно показать? Нужно. И что за соус такой симпатичный вы нам? Это от кемали, из горной алчи, уже красный. Из горной алчи? Да. А что еще добавляете? Зелень, специи, чеснок. Он традиционный грузинский соус? Да. Будем с ним пробовать? Можно с ним, пожалуйста. Показывайте, как, уверенным движением. Я могу вас угостить или вы сами себе? Я, пожалуй, сам. По вашему примеру. Так. И говорите оценку сами себе. Из 10 баллов, например. 9. Молодец. Так, я попробую сделать абсолютно… А, скажите мне, по каким критериям вообще судят хачапури? По мягкости теста? По солености сыра? По свежести яйца, я не знаю. Ну, это по всем. Ну, не по свежести яйца. В любом случае будет свежее. Наверное, тесто и, наверное, начинка. Начинка. Какое должно быть тесто? Мягкое, сдобное, да, тесто. Сыра должно быть много? Сыра должно быть много. Он должен быть сочный, да. А вот я очень часто сталкиваюсь с таким фактом, что сулугуни, она обычно пересоленая. Иногда бывает при приготовлении, наверное, да, там соль она скапливается, иногда бывает бренза сама, допустим, соленая или же пресная, да. И сулугуни тоже. Если же она получается, да. То есть соленая, соответственно, из бренза делается сыр сулугуни, да? Понял. Давайте. Сейчас я буду оценивать. Вы контролируете, правильно ли я надламываю? Правильно. И обмакнеется хорошенько яйцо. Яйцо. А там еще мастер есть. Так. Знаете, плевать на критерии, вкусно фантастически просто. Невероятно. Двигаемся дальше. По-мигрейски. Скажу честно, по-мигрейски вообще любимый мой вид. Угу. Давай теперь я вам помогу. Поменяемся местами. Так салата не хватает. Ну. Я не могу даже определить, что мне больше понравилось, потому что все настолько, в принципе, похоже, но при этом очень различаются. Развкусовые палитры. Да. Но очень, очень вкусно. Я советую всем попробовать хачапури от Ильи. Наверное, этот выпуск я запомню надолго. Я, как большой любитель сыра, испытываю гастрономический восторг. Ну, а тем временем наша съемочная группа отправляется в ресторан Бамбарбия, где шеф-повар Сергей Попян расскажет о своих кулинарных изысках на поприще грузинской кухни. Рядом со мной сидит лучший шеф-повар в мире по версии Сергея Попяна Сергей Попян. Сергей, здравствуй. Все правильно сказал. Я не сомневаюсь в этом. Сергей, как дела? Бомба вообще. Сергей, расскажи, что ты приготовил нам сегодня? Хачапури. По-мигрейски он называется. В чем отличие именно вот этого вида хачапури от всех остальных? Ну, вообще, хачапури это как плов, да, в Узбекистане. Вот плов же есть разный. Самаркандский плов, ташкентский плов и так далее. Какой-то там бухарский плов, софио же, да, который. Точно так же хачапури в разных регионах Грузии готовят по-разному. В основном они отличаются только видом и внешним видом. Ингредиенты одни и те же. Но в разных хачапури используются разные сыры. Например, эмеретинский хачапури, там кто добавит эмеретинский сыр. Некоторые люди миксуют и так далее. Но так как у нас на рынке недоступны эти продукты, мы готовим все хачапури из сыра сулугуни. Сергей, у меня такой вот есть интересный эксперимент. Мы будем с тобой пробовать вместе. То, что ты приготовил, да. А ты что, думал, что это ты один будешь все кушать, что ли? Ну, обычно, да. Я так думаю, что все повара надеются на то, что я буду один кушать. Нет, не получится. Итак. Ну, по каким критериям можно оценивать вообще хачапури? По-моему, я, конечно, не высокий специалист в оценке. Но могу сказать так. Для меня самое важное в хачапури, чтобы было мягкое, сдобанное тесто. Угу. Чтобы оно было пышное, но не забитое. Тесто должно быть одновременно таким мягким, но пышным. Понятно. А как сыр оценивать? Сыр оценивать по, естественно, вкусу. Но хачапури не используют слишком соленые сыры, потому что там очень много сыра используется. Если он будет соленый, он будет, ну, невозможно будет кушать его сыр. Должен быть малосоленый сыр, и он хорошо должен плавиться, соответственно. Вот и весь секрет, в принципе. А хачапури всегда делают только с сыром? Бывает с мясом? Бывает, но это уже не хачапури. Ну, есть разные виды. Есть такие же пироги с фасолью, там, с луком и с яйцом. Есть с яйцом и сыром, есть с мясом. Но это уже другая история. О ней мы поговорим чуть попозже. Ну, теперь попробую я. Можно я рукой возьму? Можно. Это тебе не обидно будет? Нет, нет. Нет? Волнуешься? Вообще сильно. Ну, давай. Держись. Очень вкусный хачапури. Много сыра. И, как ты говорил, тесто не забитое. Очень мягкое и нежное. Дорогие телезрители, не переключайтесь. Уже очень много интересного мы услышали. Дальше будет тоже очень много интересного. Ну, а мы с Сергеем продолжим есть. Я хочу быть с вами честен. Мы долго искали третьего героя для нашей передачи. Не так уж и много грузинских ресторанов в нашем солнечном городе. Но в итоге мы все же нашли еще одно заведение, которое существует уже более 13 лет. На улице Ивлева кафе «Багратион». Аутентичный уголок Грузии в Ташкенте. Рядом со мной шеф-повар кафе грузинской кухни «Багратион» Лали Пурцхванидзе. Здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте, что у нас сегодня? У нас сегодня грузинские хачапури знаменитые слоёные тесты и мегрецкие. А чем они отличаются? Ну, это слоёные. А это обыкновенный дрожжевой тест. Расскажите, пожалуйста, немножечко вообще вот про каждую из хачапури. Из хачапури? Да. Ну, это берем пол литра воды, там добавляем 2 столовые ложки соль. Соль. Да. Да. 2 столовые ложки уксуса вини. Угу. Адзиполь лимона. И смешиваем. Это всё в тесто? Да. Да, да. Смешиваем. Чуть-чуть постоит теста. Накрываем его в тёплём месте. И потом накатываем и мажем 400 грамм маргарина. Угу. Опять закручиваем и уложим в холодильник на полчаса. И потом вытаскиваем, приезжаем на 6 курсов и… И делаем. Да. То есть, в принципе, в домашних условиях это вполне реально сделать. Ну, конечно. Вы часто делаете вот только дома, вот у себя? Часто. У нас без этого не бывает. Не бывает. Да. А вы родом из Грузии? Я из Грузии, да. А из какого города? Из города Кутайс. Ага. Расскажите немножко про традиции, именно домашние традиции, про еду. Как вы кушаете в Грузии? У меня сациви хачапури знаменитый хинкали. Давайте мы будем пробовать. Пожалуйста. С чего начнем? Начнем, все будем пробовать. И это, и это. Спасибо. Аромат какой. Да. А вы знаете, грузины руками кушают. Я только за это правило. Я вообще говорил, зачем вы кладете мне здесь вилку и ложку? Да. Я в принципе не пользуюсь. И хинкали, и хачапури руками кушают. Давайте. Вы первая начинаете. Пожалуйста. Итак, скажите, как вам по десятибалльной шкале, сколько вы сами себе поставите? Хороший, десять баллов. Десять баллов? Да. Давайте пробовать ябулу. Я даже не хочу вести уже передачу, хочу просто есть этот хачапури. Ну, что я могу сказать про ваш хачапури, вот про мегрейские. Потрясающе. Очень вкусное, нежное. Как будто крем какой-то внутри, а на самом деле это сыр. Спасибо. Сейчас будем пробовать слоеное. Слоеное. Чем оно отличается? Вот только тестом, а начинкой нет? Начинкой нет. Ну, это маргарин там больше, а здесь нет, да. Здесь больше маргарин. Да, маргарин, да. И я люблю грузинскую кухню. Сколько ставите здесь себе по десятибалльной шкале? Да какая разница? Не важно. Тоже вкусно, да. Иногда бывает, когда бренза не понравится, я говорю, это хотя бы мне не нравится. Сразу говорю. А мне ваше хачапури очень нравится. Да. Очень много начинки, вкусное, тесто нежное. Я не знаю, вообще на скольких рассчитан человек? Ну, это вообще с кусков, это четыре куска. То есть на одного? Да. На одного рассчитано. Спасибо вам большое, во-первых, за потрясающий вкусный хачапури. Спасибо за интервью, за такую национальную такую изюминку. Не переключайтесь, мы скоро вернемся, а я пока буду дальше кушать замечательный хачапури с ладей. Несмотря на то, что я уже просто не вмещаю в себя ничего съедобного, я все же жалею, что наш выпуск подходит к концу. Хачапури покорили мое сердце и желудок. Очень простой с первого взгляда рецепт оказался настоящим историческим достоянием целой страны. Я не хочу сейчас придумывать какой-то сложный вывод. Скажу просто, хачапури – это вкусно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова